в этом видео я делаю обзор на sata и идея адаптер на ход и usb то есть этот адаптер нужен для того чтобы через разъем usb подключить жесткий диск либо старый и ешный либо нового образца то есть саташный вот такой вот кабель как тут написано цена довольно таки невысокая по акции 3 доллара 14 центов устройство на самом деле довольно таки маленькая я думаю будет больше фактически помещается в ладонь вес довольно таки легкий интерфейс и д.е. так еще один и д.е. только здесь ключ вот имеется здесь нет ключи и вот саташ не теперь осталось на деле убедиться в исправности этого адаптера в этом деле мне поможет моя предыдущая посылка где заказывал такой вот блок питания для жестких дисков с разъемом molex перед вами жесткий диск и д.е. и адаптер и д.е. теряю usb я подключаю таким вот образом переходник и в качестве питания выступает вот этот блок питания по сути у меня получилась коробочка которая стоит минимум сейчас тысячи рублей себестоимость такой такого устройства блок питания плюс адаптер 5 долларов 10 центов теперь мне остается все это подключить к своему компьютеру через usb и по идее если тут все правильно если все работает то жесткий диск у меня должен определиться как флешка так вот уже подключено напряжение на блок питания горит светодиод жесткий диск вращается то есть работает и осталось лишь подключить к usb разъема характерный звук был слышим устройство готова так и что у нас это диск h да это диск h и по всей видимости здесь у меня была операционная система какая-то стояла подключил я адаптер sata разъему один подключенного адаптера другой дисковод все что мне осталось это подключить к usb в компьютер открываем луток и вставляем смотрим появится ли у нас она вот он появился уже таким образом вы можете подключить любой дисковод к своему нетбуку или же внешние старые или новые жесткие диски спасибо за внимание подписывайтесь на канал и ждите новых видео